Старые машины в утиль, число маршрутных такси на улицах города сократилось. Магнитогорским перевозчикам пришлось обновить автопарк. С чем связана массовая зачистка и как ситуация отразится на пассажирах? Ответы на эти вопросы искала Ольга Сухоплюева. Пересечение Ленина-Грязнова – один из оживленных участков дорог. И за дня в день по нему курсируют маршрутки. Отсюда жители добираются в том числе на комбинат. Однако в последнее время горожане заметили изменения. Некоторые рейсы выбились из привычного расписания. Заметили? Как раз сегодня утром. Утром не уехать на работу вообще. Вот сейчас стояла у нас не 33-й, не 44-й. Один 45-й ездит. Я заметила, что в последнее время стало очень мало. С чем это связано, я не знаю. Но, наверное, какие-то у них реконструкции, может быть. И говорят, что старые вроде как убирают, а новые будут. Вот такое я слышала. По Магнитогорским дорогам курсируют более тысячи маршрутных такси. За последние несколько недель их число сократилось примерно на 7%. С улиц убрали старый транспорт, срок эксплуатации которого составляет свыше 10 лет. Дело в том, что у большинства перевозчиков истек договор на оказание услуг. Он был заключен с администрацией 5 лет назад по результатам конкурса. Сейчас мэрия контракт продлила еще на 5 лет. В августе 2018 года администрации города перевозчикам были выданы свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрутов со сведениями о характеристиках транспортных средств, указанных в заявках победителя открытого конкурса, который проходил в 2013 году. В связи с чем в настоящее время производится перевозчиками обновление транспортных средств на маршрутах города. Вместе со старым договором истек срок эксплуатации некоторых машин. На конкурсе пятилетней давности перевозчики представили транспорт не старше 5, 7 и 10 лет. Как того требовали условия контракта. Соответственно, часть из этих маршруток в 2018 устарела. Правда, на камеру комментировать ситуацию предприниматели не хотят. Я вот своих ключных 25 машин снял с регистрационного учета и стал вытекать. С сентября не выпустили на маршруты 3, 4, 5, 6, 7 год. До 1 января 8 год у нас еще будет трудиться. Как бы мы так выборочно с перевозчиками собирались посчитать. Восстание с машин ушло сейчас. И где-то после нового года, ну 1 января, примерно столько же учет еще. Ну и как бы вот, грубо говоря, с 1200, но уйдет 10% как бы старых машин. Но это не критично. По словам перевозчиков, к этой ситуации они были готовы обновлять автопарк начали заранее. Ведь получается для того, чтобы остаться в этом бизнесе, нужно иметь лучшие автомобили. Чем новее транспорт, тем больше шансов пройти конкурс. Сегодня мы карту получили новую до 2023 года. С 18, ну считать это получается 5 лет. Следят за соблюдением требований сотрудники госавтоинспекции и автодорожного надзора. Они проводят рейды. Если указанная в карте информация не соответствует действительности, штраф. Водителю маршрутки грозит наказание в размере 5000 рублей, предпринимателю до 300 тысяч. По словам чиновников и самих перевозчиков, такая дорожная ситуация на пассажирах не отразится. Даже если на каком-то маршруте машин будет меньше, люди это не почувствуют. Чтобы сохранить временной интервал в расписании, водители будут выходить в рейс чаще. Перевозчики говорят, картина прояснится через несколько месяцев. Всего же в 2018 предприниматели города планируют обновить более 70% маршруток. Ольга Сухоплюева, Егор Суханов, информационная служба, Медиагруппа Знак.